Продолжим выпуск новостями из мира финансов. Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Как известно, многие эксперты пророчили ее очередное повышение. Почему регулятор пошел на такой шаг и каковы инфляционные ожидания? Об этом в следующем материале выпуска. Повысит или оставит как есть? Этот вопрос касаемо процентной ставки разделил экспертное сообщество пополам. Причем и тому и другому варианту находились объяснения. В пользу повышения говорила ощутимо разогнавшаяся инфляция. Против перспективы подорожания кредитов. В итоге правы оказались сторонники сохранения Центробанком статус-кво. Центробанк не просто сохранил 16%, но, скорее всего, дал нам понять Центробанк, что в ближайшем будущем получилась ставка и до 18% дойдет. Это действительность, это такая реальность, с которой мы живем. Все это призвано усмирить инфляцию, которая пока не укладывается в целевые показатели. Она их превышает почти в два раза, достигнув по последним данным 8,17% годовых. Конечно же, повышение ключевой ставки может ударить по бизнесу, ведь займы тогда тоже подорожают. В этом плане полегче будет представителем реального сектора экономики. Они могут взять кредиты по ставке всего лишь в несколько процентов в Фонде развития промышленности. Там спектр услуг Фонда развития промышленности расширился. Там это не только раньше было очень узкое количество опций, а сейчас эти опции расширились. Поэтому в том числе и закупка оборудования уже уходит в компетенции Фонда развития промышленности. Что касается простых граждан, то оптимальный вариант для них – отнести свои сбережения в коммерческие банки. Хотя бы на полгода, за которые, по прогнозам экономистов, вряд ли что-то серьезно изменится. А 6 месяцев стабильности по нынешним временам – это уже неплохо.